Всю последнюю неделю Вашингтон бурлил особенно яростно. Все с нетерпением ждали показаний в Конгрессе, уволенного Трампом директора ФПР Джеймса Коми. Одни в молитвах, что его показания наконец-то взорвут и свалят ненавистного Дональда Трампа, другие в надежде, что этого не случится, третьи просто из любви к скандалам. Ну вот, открытая часть слушаний состоялась. Те, кто ждали взрыва антитрамповской бомбы, уверены, что бомба таки шарахнула, и машина импичмента вот-вот будет запущена. Другие, напротив, считают, что ничего из ряда вон выходящего не случилось. Так случилось или не случилось? Из показаний Коми мы поняли, что выдвигаемое противниками Трампа обвинение его в сговоре с русскими с целью оказать влияние на исход выборов и помочь его приходу к власти не имеют оснований. Во всяком случае, в отношении Трампа никаких расследований не велось и ничто на это не указывает. Значит, один реальный повод для возможного импичмента отпадает. Но остается другой. Из предварительного письменного заявления Коми и его ответов на вопросы конгрессменов мы знаем, что Трамп вроде бы намекал Коми, что надеется, что Коми найдет способ спустить на тормозах расследование по делу Майкла Флинна и о его связях с русскими. Что Флинн хороший малый и он надеется, что Флинн не пострадает. Коми истолковал этот намек как приказ. А коли был приказ, то это подпадает под уголовную статью о препятствовании правосудию и является серьезным основанием для импичмента. Именно так трактуют результаты открытой части слушаний противники Трампа. Оно, возможно, и было бы так, если бы несколько обстоятельств. Во-первых-то, как истолковал слова Трампа бывший директор ФПР, это скорее проблемы самого Джеймса Коми. Если, по его словам, он почувствовал обеспокоенность, давление со стороны Трампа, то есть потенциальную возможность к преступлению, он по действующим правилам был просто обязан доложить об этом прежде всего руководству Министерства Юстиции. А если по каким-то причинам это было невозможно, то Конгрессу. Но он этого не сделал. Следовательно, либо в тот момент он не истолковывал слова хозяина Белого дома как приказ, либо совершил должностное преступление. И потом, даже если Коми показывает, что это было прямое указание, можно ли строить обвинение против главы государства на основании того, что кому-то что-то показалось? Пусть это и будет директор ФПР. И, наконец, Джеймс Коми обижен на Трампа. На слушаниях он вылил на него все помои, которые только мог собрать. Он мстит Трампу. Но можно ли вообще доверять показаниям мстящего? Таковы аргументы тех, кто сочувствует Трампу. Или, во всяком случае, пытается отделить зерна от плевел. На прямой вопрос, считает ли Коми поведение Дональда Трампа попыткой повлиять на расследование, то есть препятствованием правосудию, Коми ушел от прямого ответа, сказав, что пусть это решает специальный прокурор, расследующий в настоящее время обвинения в адрес России во вмешательстве, предвыборный процесс и все другие, связанные с этим вопросом. В общем, очень похоже на то, что те, кто ждал возможности полюбоваться скандалом, были разочарованы. Поведение Трампа, его манеры во многих случаях достойны осуждения, но фактов совершения преступления не выявило. А следовательно, во всяком случае, пока импичмент ему не грозит. Кстати, даже если бы такая процедура была запущена, то еще совсем не факт, что Трамп был бы отстранен от власти. Ведь что такое импичмент? Это именно процедура. Процедура слушания в Конгрессе, по результатам которых законодатели выносят свое решение отстранять или не отстранять президента от власти. При том, что республиканцы контролируют Конгресс, а на носу промежуточные выборы, им совсем ни к чему, отстраненный президент-республиканец. Они будут драться за Трампа до последнего. Михаил Тарадуда